приветствую вас друзья в общем сегодня выбрались на минское море уже отловились рыбалка была фантастическая сегодня море нас порадовала трофейчиками в общем как это все было смотрите есть сошел на нарвало вот он стоял причем неплохой был а я обидно но не сказать что там какой-то был огромный но в районе килограмма такой но не прозрачный да я тоже хочу одного взять попробовать засушить сошел сучка ё-моё смотри что он сделал козел просто располосовал чебураху четко в этот в груз короче ударил то выход ну так первый подброс делаю потом два оборота короче направление заброса на угол вот этого вот острова тот который сошел наверно уже не клюнет есть хорош это хороший старина это хороший готовься принимать нет судак судак подлодку пошел как-нибудь главный эффект давай давай да как-нибудь под жабру давай это выход ну-ка братишка пожалуйста фоточку давай пять 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 пятьдесят полчаса на воде трешка где-то и горизонтальный сделай там фоток я на заставочку поставлю здесь ну давай вот это там еще один стоит цвет цвет видишь какой цвет поедет или будешь браться не возьму возьмешь да и релакс копыта походу да нет это нарвал друзья три килограмма ровно трешка ровно ах это лето этот вечер выпускной там таранта бля джонин конкретно на крупную приманку реагирует он не хочет мелочь ставь нормальный размер я даже с него пиявку снял смотри диповый поставить попробуй потому что я все диповый выложил и кренки выложил у меня ратлин только собой есть сейчас наверно ратлин попробую ратлин попробую я вчера на работе стоим пацаны стебут вот поедете типа лососнете короче я говорю да я трехов парю вот ровно я сказал парю треху пацан сказал пацан сделал так это только первая точка для нее еще впереди есть перспективные интересные места ну извините вот такими подсечками это вообще хуйня надо это щуку можно вот так вот поддернуть а судака нужно четко что-то непонятное невнятное и не подсек жестко не вижу не вижу а 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 ну что надо переставляться на обрыв или обрез что это было сейчас посмотрим это был зверь просто какой-то обрыв шнура братан это был просто зверь 0 8 шнур просто лопнул как гнилая нитка ребят ну чтоб вы понимали 0 8 шнур просто как гнилая нитка лопнул но это вот был тот который второй стоял да да конечно тут бы стоило бы расстроиться но просто 0 8 шнур как тоже какой-то корчик рыбы белая походу на скорость вас удачок есть хорош сошел сошел просто но это скорее всего щука была как-то на судака не очень похожи не знаю ну поклевка мощная и рыба хорошая за полтору не явно посмотрим что тут у нас да скорее всего щука но резинка целая да снимаю поэтому матом стрессе нет а нет это судак был друзья эта резинка делает сегодня просто грязь значит там поклевка была первый раз до точку забивать ну и прошел просветил если вообще пусто то ну нет смысла сейчас подожди солнце оттуда значит это подсвеченная бровка надо попробовать ту бровку посмотреть ту бровку надо посмотреть так-то теневая да сейчас зайдем посмотрим что здесь за нами тут метров 30 наверно баночка такая есть посмотрим может на ней что то есть если нет то а ну бугорок пустой он живой не пустой друзья какая-то рыбешка клюну к сожалению камера была выключена не крупная что-то на окуня похоже может и не окунь может и судачок ну да видно подожди стой не поднимать с почином друзья вот такой вот килошник килошный судачок может чуть меньше грамм 850 а съел он вон аш куда маленькую приманочку рейнс джетел сатурн три с половиной дюйма на восьми грамиках все есть какие корцанги друзья в общем второй судачок к сожалению камера была выключена не готов я был заснять момент поклевки но хочу я вам сказать такую вещь то что определенная тенденция сегодня в поимки судака наблюдается и наблюдается в том плане то что рыба конкретно привязана к банкам то бишь все поимки были у значительных подъемов в данном случае там максимальная точка сколько два с половиной метра вверх было то бишь наименьшая глубина была два с половиной сейчас мы стоим четырех с половиной то бишь вот где-то на свальчике он клюнул в общем это второй судачок но поклевок конечно же много было сегодня что вы конечно же увидите в видео вот но в общем еще сегодня упираемся пробуем вот как ни странно с утра работала крупная резина нарвал 12 сантиметров на семнадцати граммах в принципе на такой же глубине там три с половиной четыре с половиной метра а сейчас вот удалось словить как бы ну честно говоря я думал окунька попробовать вот но на небольшого сатурна клюнул вполне такой приятный судак в общем пробуем экспериментируем ищем конечно же неоценимую помощь оказывает приложение план рыбалки ребята ну это просто действительно честно говоря у меня был до этого ну кто подписан на мой канал тот знает видел у меня был гармин и трекс 10 туристический навигатор с которым я там когда-то еще начиная с весел нарабатывал точки я его продал и честно говоря даже наверное и не жалею ни кап то бишь вот приобрев карту минского моря я абсолютно комфортно себя чувствую на водохранилище я конкретно понимаю рельеф постановки как я становлюсь ну и конечно же это облегчает поиск соответственно как бы с довольно таки простеньким бюджетным эхолотом можно выставиться по рыбе по бровке и при этом при всем знать и понимать направление заброса понимать какую-то структуру какой-то рельеф обрабатывать в общем ну еще поупираемся еще ловим друзья смотрим судак да видно при отпусти может еще чуть лицом хорошая рыба я это уже наверное занад к не ругайся подсак то не взяли давай давай да может сон снялись ребят с якоря чтобы не намотал гораздо тяж по твичить е-мое не торопись братишка все будет хорошо давай суду люблю вот это да это еще больше чем мой взял давай 5 будешь ты мой мурис что ты делаешь а а а только чтобы приманку было видно давай вытяни его на скамейке друзья но четверочка минус кукан ну кукан сколько там грамм сто пятьдесят наверно вот такие судачки бывают на минском море а по ехолоту ты видел да самое обидное то что мы стали я не забил эту точку мы сняли с якоря не забили . дебилы бля но я примерно помню где она была сейчас вернемся станем опять а а а а а а и а а об Субтитры создавал DimaTorzok